В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении. Инга Пеннер, здравствуйте. Поле брани. В противостоянии, о котором хочу рассказать на этот раз, есть все составляющие добротного скандала. Запутанные финансовые схемы, драка, стрельба, бесчисленные угрозы, в том числе прозвучавшие в мой адрес, мне пообещали подпортить жизнь и карьеру. И вот все эти невообразимые страсти кипят в элитном поселке на границе Самары. ЖСК «Горелый хутор» расположен в живописном месте. Свежий воздух, лес, все, казалось бы, так и располагает к умиротворению. Но уже почти год между членами ЖСК, а недовольных набралось несколько десятков человек, они-то и попросили журналистов разобраться в конфликте, и председателем кооператива идет война. И вот на Медне она достигла коренного перелома. – Почему клеточки не дали? – Кому? – А как мне принесли клеточек? Я отдавала деньги. – Какой клеточек? – Как, как, как? – Мы не знаем. – Кому отдавали? – Галина, вот говорит председатель, что я 40 тысяч не отдавала. – Вот вам пожаловала. – Клеточек ваш есть. – Ну мне отдали. – Если вы его не берете. – Как не берете? – Потому что мне не вымекут. – Я что, бегу за вами буду? – Я бегаю. – Вы трубку не берете? Вы бегаете? – Чего, что бегу? – Ничего. – Ворожье вас не докова, ребята, что ЖСК деятельность на сегодняшний день непротрачная. Общие цифры, которые... – Озвучивайте, ни о чем не говорят. Сруб 700, почти 1000 рублей не стоит. В жаркий субботний день под вековыми дубами народный сход. Место встреч в поселке изменить нельзя, хоть председатель пытался провести собрание под палящим солнцем. Но решили люди финансовый отчет лучше слушать с холодной головой. Тем более они так давно жаждали услышать, на что тратятся их деньги. Благодатный тенек, впрочем, не помог. Председатель кооператива к сеансу разоблачения оказался не готов. – Прекратите съемку, я сказал. – По закону положено им снимать. Могут они? – Могут. – Какие проблемы? – Могут. – Какие проблемы? – Нет. – Наше решение собравшихся. – Не могут. – Наше решение собравшихся. – Не могут. – Давайте. – Давайте. – Давайте. – Уехать. – За. – Все за. – Все за. Идите на классные. – Товарищ, а что мы скрываем? Может кто-то стесняется просто. – Могут, Минальдсадь, вы у нас ведете собрание. Вы куда пошли? – Прекратите съемку. – Вы съемку прекратите. – Идите отсюда. – А вы не ломаете. – Я ломаю. – Эй, эй, эй. – А я вам сказал. – Что такое? – А я вам сказал. Не снимайте. – Это мы разрешали снимать. – Что он делал? – Кто разрешил? – Да мы его позвали, мы снимаем. – Он пытается силой, грубостью, нахрапом решать свои в первую очередь вопросы. То есть мне надо, и значит будет. А твои интересы, то, что ты там житель, платишь членские взносы исправно, ты здесь никто. – Разговаривать он ни с кем не разговаривает, он неадекватный, он царек, я сказал. – Я считаю, что это неприемлемо, да, почему это самопростая, самодурство такое. По нашему мнению председателя, мы выбираем для чего? Чтобы он соблюдал наши интересы, да, и делал что-то во благо поселка. – Благоустраивал. – Благоустраивал поселок, а не наоборот, то есть как бы разорял его. Нынешний председатель Геннадий Кабаев в своем кресле без года недели. Предыдущего главу ЖСК он сменил в июле 2013 года, но уже успел вырастить оппозицию. – Грамотный менеджер, ничего не скажешь. Его предшественник, пенсионерка Галина Иванова, бессменно управлявшая поселком 6 лет, решила отойти от дел. Теперь жалеет и она, и ее соседи. Ведь за этот год, уверены люди, столько денег было бездарно потрачено. Накануне собрания мне проводят экскурсию по поселку. Вот этот сруб вовсе не баня, как можно было бы предположить, а так называемый общественный центр. На него, по сведениям членов ЖСК, председатель потратил почти 600 тысяч рублей. Рядом установил детскую площадку. Она, говорят, члены кооператива тоже обошлась недешево, почти в 500 тысяч. Вопрос, зачем она вообще нужна, если каждый здесь сам способен обеспечить своих детей качелями, остается риторическим. Как и вопрос, откуда такие цены? Так, например, на эти 325 метров, с позволения сказать, дороги, рассказывают люди, ушел миллион рублей. Это глина, это пыль, если на нее попадает влага, она просто размывается, и все это в болото превращается. Он отписывает, что он там расчищал эту территорию, что там лес был, хотя там никакого леса не было. Но действительно, да, он выровнял площадку, но это не стоит таких затрат. Я, как председатель бывший, который работал 6 лет, я считаю, что миллиона это очень много. Сначала это все делается, непонятно с какими организациями, непонятно за какие суммы, а он ставит всех перед фактом. Проведена электрификация поселка. В каком месте, непонятно, не уточняется. Мы, обращаясь к членам правления, говорим, где эти работы, они не знают, где такие работы проведены, на какую сумму. По объемам работы, по видам работы, просим представить документы. На что поступает ответ, вы здесь никто, никаких вам документов показываться не будет. Ну, кто вы такие? Не спросил у людей председателей, когда перекрыл 4 дороги, идущие через поселок. Хуторянам давно не нравилось, что здесь народ объезжает пробки. Но окончательного решения так и не было принято, ведь установка шлагбаума – дело незаконное. А что, если скорые и пожарные не смогут доехать до соседей дачников из Ясной Поляны и Восходы? Но этот аргумент председателя не остановил. Здесь была дорога, мы каждый день ездили, а зимой он все закрыл, засыпал. И это все наши деньги. И заборы, и все, все. Теперь же из собственного кармана члены ЖСК должны достать еще 250 тысяч. Дачники вынуждены делать 12-километровый крюк, подали в суд на горелый хутор и предсказуемо выиграли. Только оштрафовали не лично председателя, а весь кооператив. И хотя по решению суда все четыре проезда должны быть давно открыты, господин Кабаев не спешит исправлять ошибки. Здесь дорога хорошая была, видите, что вытворила. Все было закрыто, перекрыто. С утра со мной ехали мы из-за инициативной группы и повредили крышу. Знаков опознавательных нет, что стоит труба. Я уже об этом говорила, что ночь кто-нибудь поедет и снесет. Экскурсию по поселку завершаем у дома председателя. Первую попытку поговорить с ним предпринимая еще до собрания. Господина Кабаева то ли дома нет, то ли он предпочитает нас игнорировать, за высоким забором не разглядеть. Но в тот момент, когда мы уже почти ушли, случилось непредвиденное. Мне еще по дворе снимать. Замолчать. Вот ты нахуй. Вот ты нахуй. Набросишься. Набросишься. Это соседи Кабаева, супруги Бузины. По словам людей, которые тоже попали под артобстрел, глава семейства, член правления. И к тому же якобы дружен с Кабаевым. Так ли это на самом деле, выяснить не удалось. Светская беседа с Бузиным с самого начала не задалась. Дорогуша, если вы хотите потерять работу, из-за забора нехер их тут снимать. Я завтра вам устрою это. Да? Да, да, да. Да, стопудово. Удивительно. Это методы нашего председателя. Это правление нас. Так может быть, с вами нормально поговорим, с этим по-человечески? Или вы не хотите нормально разговаривать? Так, а ну выключим. Не хуй с вами разговаривать. Посмотри, что ты его украл. У меня завтра. От радости. Посмотри, какой ты довольный. Это белая горячка, наверное. Или солнышко припекло. Да, б**ть, 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 б**ть. Опа, спасибо. Да, на здоровье. Ну хорошо, что у вас такой опыт есть. Да, пошла ты, б**ть, своим опытом. Угрозы. Слышали, сколько раз? Угрозы произошли в мой адрес. А это еще вот этого гражданина не слышали. Это человек справления. Ну как вот можно прийти и о чем-то поговорить. А почему-то реакция неадекватная, я не могу понять. А я не люблю никаких вторжений в мою личную жизнь. Вам никто не вторгался. Ну а теперь краткий правовой ликбез специально для эмоциональных супругов. Им я советую тщательно изучить статьи 47-49 закон о СМИ, которые гарантируют право журналистов искать информацию и производить видеозаписи. Что же касается возможного обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни, то журналисту для распространения сведений согласия не требуется, если речь идет об общественных интересах. Это уж скорее супруги Бузины препятствовали моей работе, публично оскорбляя и угрожая, чем не повод для прокурорской проверки. Впрочем, как мне рассказали члены инициативной группы, собравшиеся, чтобы отправить главу ЖСК в отставку, словесные баталии – это еще не самый плохой вариант. Их председатель предпочитает более жесткие методы. Узнав, что я в инициативной группе, я здесь живу два года, а он мой сосед, и он меня обстрелял из оружия. Слышу, стрельба идет, я не пойму. Я выглянул со второго этажа, смотрю, в красной куртке обстреливает. Я бегом начала снимать. Думаю, боже мой, что такое? Кричу, ты что с ума сошел, стреляй по своему дому. Я хозяин здесь, где хочу, там и стреляю. Я звоню соседу своему, Володе, говорю, Володь, слушай, ты там, в тебя не стреляют? Он говорит, я даже не знаю, там у них, говорит, драка, шум, пьют. Гош банить на наши деньги. Не стесняясь, подходит, что полицию вызвали? Ну и все, он говорит, у вас другое участковое, я передам документы, и я просто не пойду туда. Он не пошел, собрались, они уехали. А у Натальи Рожновой, она в поселке уже лет 20 живет, от встречи с председателем осталась на память вот эта фотография. И на руках у меня еще осенники остались, тоже зафиксированы. Когда он вот это все говорил, у него вообще стаянь была, мне казалось, он сейчас меня вообще убьет. Но разве председатель может быть таким? Конфликт, рассказывает женщина, случился и за дороги. Мимо ее дома стали ездить КамАЗы с грунтом. Жители предполагают, что председатель возил землю на продажу, выкапывая ее в ближайшем овраге. Так вот, эти большие грузы стали разбивать и без того плохое покрытие. Женщина попросила выбрать другую дорогу и нарвалась. Я сказал, чтобы убиралась отсюда, я здесь буду ездить и буду. Ты кто такая здесь? Я говорю, ну тогда я вас просто не пропущу здесь. Я сейчас вот встану и вы не проедете. Он стал на меня наезжать своим джипом. Два раза или три раза он меня толкнул. Вышел, у меня там эти соседи, знакомые, стали фотографировать на это, на телефон. Он видит, что это все было снято, как он меня толкал этим джипом. Он вырвал телефон. И вот мы стали этот телефон отбирать. Геннадий Александрович, отдайте телефон. Вот так вот стою, отдайте телефон. Он разворачивается в меня, бум. Написалось заявление, я все, что нужно, я подписала. Отказ мне пришел, но он сказал, ты здесь жить не будешь. Он мне, ты здесь жить, я тебе не дам здесь жить. И он мне всю зиму, он мне всю зиму не чистил дорогу. За этот год наш герой успел рассориться не только с членами ЖСК, но и с дачниками Аркадия Генералов. Вот уже 20 лет руководит СНТ Ясная Поляна, что граничит с горелым хутором. Многих, говорит, председатель не видел, но такого впервые. А я с этим председателем не могу договориться, не могу, потому что рвач. Говорит Николаевич, я хочу построить на вашем рядом откос домик. Вашу водичку я хочу подвезти. Я говорю, у нас цена, вот 100 тысяч заплати, у них вот 130 тысяч за воду, а на 100 тысяч заплати и пользуйся. Во! Не заплатил нищем. И сколько вы же требуете эти 100 тысяч? Год. Появились новые крутые, купи-продажные. А так по-человечески, по-советски, как мы, никто не хочет. Вот я остался один. Убеждаю их, сволочей. Прояснить все вопросы должно было то самое собрание, с которого я начала передачу. Но люди только часа два выясняли, сколько же членов ЖСК на самом деле. А ведь это вопрос непраздный. Только квором может превратить народные вещи в легитимное собрание, способное сместить председателя. Но последний не торопится раскрывать карты. Геннадий Александрович, при всех, пожалуйста, ответьте мне. Вы мне предоставили документы? Нет. Ну что, мы будем разбираться. Вы мне минуточку рассказали. Я принесу вам, Людмила Петровна, сам, как освобожусь, приду. Вы мне до сих пор несете. Мне видеоролик показать, как вы мне отослали вечером, сказали, приходите в 9 утра. Мы пришли в 9 утра, при свидетеле пришли неправление. Два члена правления к вам пришли, к забору вашему. Я записала, могу всем продемонстрировать, если желаете. Людмила Гармаш, юрист и тоже член правления, но из оппозиционно настроенных к председателю, провела расследование. Год назад членов ЖСК было 183 человека, сейчас цифра плавает в районе 240. Вот кто все эти люди? Получается, что это где-то 50 человек, непонятных членов, которые совсем, как бы, извиняйте, не члены ЖСК. Мертвые души. Вот вы сейчас, народ, вводите за губы. Нет, 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 нет. Вы вводите, народ, в губы. Читаю устав, мои хорошие, читаю устав, что у нас один член кооператива, один голос, у него может быть хоть 10 участков, но член-то он один. Член у него один. А два участков-то сколько? Десять. А хоть двадцать пять. У вас цифра членов ЖСК пляшет, в членах ЖСК сидят СДТ Ясная Поляна, Московское шоссе, и херена не знают еще, извините меня за выражение, кто. Мы не знаем, мы не знаем, сколько они сдали денег. Члены правления должны четко знать, так же, как и собрание, сколько членов у нас ЖСК, кто сколько сдал, какие у кого долги, соответственно, сколько денег в бюджете ЖСК и куда они деваются, мой хороший кинотеатр. Обещайте, почему вы так берете деньги? Очень красиво, красиво. Членские взносы на минуточку – это полмиллиона рублей, так что сумма набегает немалая, есть ради чего воевать. Надя Александрович, мы с вами пообщаемся, только вопросы были заданы, вам наверняка нечего скрывать, я уверена, что вы хотите, давайте говорим мне название. Я отвечаю, у меня около участка завали, вообще, без ком, я даже не могу строить материал, он вообще отказывается. Значит, я не буду деньги оплативать, и своего кармана буду возить, и не буду оплативать ни за что. Так, два раза не хотели приехать, два раза не приехать. Я вам за военную трубку не брал, вы что говорите? Да он никогда трубку не берет, никогда, это вообще дурдом. Так по человеку не поступать, никогда. Который в этом деле не… Тихо, 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 тихо. Не перебивайте, да. – Кто сказал по существу? – Я сказал. – Ну, что вы, как-то, ребёнок? – Ну, не надо. – А чё, как-то? – Значит, вы хотели услышать? Я начал говорить, вы не даёте говорить. Так, Гармаш, идите отсюда, а. Достали. – Геннадий Александрович, давайте пообщаемся с вами. Что вы себя ведёте, как ребёнок? Дростный человек, какое ответственное дело делаете? Давайте с вами пообщаемся. Председатель ЖСК уехал в прекрасное далёко, прихватив с собой печать и документы, уже после так и не состоявшегося общего собрания, он не явился и навстречу с членами правления, которым люди доверили отстранить Геннадия Кабаева от власти и назначить новую дату собрания. Хуторя не в растерянности, что делать дальше. Мой совет – для начала писать коллективное заявление в прокуратуру. Пусть там разбираются в настоящем господина Кабаева и в его прошлом. По слухам, там много что есть интересного. Архивы уголовных дел, вероятно, могут дать ответ на многие вопросы. Ну и второе, что нужно делать членам ЖСК – это добиваться кворума. Ведь они же сами когда-то выбрали этого председателя. Значит, сами и должны сместить, если есть желание. За продолжением этого интереснейшего противостояния обещаю следить. А пока на сегодня все. Пишите, звоните, жалуйтесь. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова